Любимые мои, всех-всех-всех рада приветствовать на нашем с вами канале. Нет, сегодня у нас не четверг, сегодня у нас не воскресенье, сегодня у нас какой-то день, по-моему, у нас сегодня среда. Сегодня у нас вторник, девочки, да. Сегодня у нас вторник, и... А какое число у нас сегодня? 24 октября. Ну, как вы видите, да? 24 октября, и сегодня я вам вот снимаю видео, не могла снять вам раньше видео. И вы скажете, Лариса, а чего ты к нам пришла сюда показываться в своей старой-старой маечке? Потому что я ее люблю. И что, ты нам ничего новенького не покажешь? Покажу. Наверное, ты нам, Лариса, покажешь сегодня костюм спортивный, или одни штаны, или одну куртку, или ты нам покажешь жакет свой, который черный, ты довязала. Девочки, какой жакет, какой спортивный костюм, какое вообще что? На улице вот я пришла вот так вот, и сверху пришла вот в своем, кто помнит, шаль-капюшон моя, вот в такой вот я пришла шали сюда. И все сняла, потому что, ну, тепло на улице. Вот сейчас солнышко выходит, сейчас оно начнет сюда светить. И кто недавно на канале, девочки, канал у нас здесь развлекательный. Я рассказываю, что я связала, показываю, что я связала, примерно рассказываю, как это делается. Да, я вам сегодня покажу новенькую вещь, которая у меня образовалась совершенно-совершенно случайно. Посмотрим, да? Вот, ну и, конечно, покажу вам картинки, расскажу вам о своих планах, о своих планах расскажу вам в конце видео. Не знаю, понравятся они вам или не понравятся. Но, как говорится, назад дороги нет. Я решила, значит, я так и сделаю. Еще, кто, многие дальше не будут досматривать. Сейчас я покажу новую вещь, конечно. И дальше многие досматривать не будут меня. Но сразу скажу, небольшие изменения будут на канале. Буду выходить я по мере появления у меня новой вещи. Ну, наверное, это я так думаю. Я еще не знаю. Но в конце видео расскажу, с чем это связано. Связано в смысле, с чем это связано. Не в смысле связано. А о моих... Что я буду делать дальше? В общем, вот так вот я вам скажу. Да, все здесь у меня не по плану. Говорю, я не слежу за своей мыслью. Вы за этим следите. И, конечно же, огромное, огромное, просто огромное спасибо вам за ваши комментарии, за вашу поддержку, за вашу, за то, что вы беретесь и делаете. Даже если мастер-классы, как говорится, вы не можете смириться, что они без слов. Но вы попробовали и сделали, и у вас получилось. И я очень-очень этому рада, конечно. Так что огромная благодарность вам за комментарии. Ну что, девочки. Думаю, видео сегодня будет не очень большое, да? Потому что не по плану. И вы все скажете, давай, Лариса, нам показывай уже быстрее. И все. И мы пойдем дальше там свои дела делать. Хорошо, показываю вам. Все помнят, что я юбочка, юбочку. Все помнят, да? Вы думаете, я вам сейчас юбку покажу? Не покажу, потому что юбка у меня будет в складку. А давайте я вам зачитаю, что у меня по плану вязать. Вот, видите, записала даже. Итак, пальто, елка будет вместо вот этой юбочки. Да, 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 да. Вот такой кусочек у меня остался. Сейчас покажу, на что я потратила эти нитки. Так, платье, которое со спущенной петлей. Юбка в складку. Это точно. Это вот я себе записала, что мне интересно будет связать. Шапку. Костюм. Помните, я показывала такой, если картинку найду, сейчас поставлю вам. Зигзагом такой с узкой юбочкой. С узкой юбочкой. Свитер косы. Вычеркнула. Ну, помните, да, я вам там всем рассказывала, что косы сейчас толстые, не модно. Это мы поговорим с вами на картинках. Когда? И задумала я связать себе халат. Да. Никогда не видела смыслом в том, чтобы связать себе халат, но хочу себе связать вот этот халат, который из петелек. Никогда не относилась к этому серьезно, но почему-то сейчас мне захотелось это сделать. Так, все. Про планы я вам свои сказала. Кусочек этот показала. Сейчас мы с вами будем решать, что с ним дальше делать. Ну, и да, показываю вам, конечно, что я связала. Опа. Помните, я вам всю начало осени я вам рассказывала, как не модно эти толстые косы. Как не модно эти такие объемные вязки все. Я вам рассказывала, что модно тоненькие косички, чтобы их было много-много. Вот. Но, как я вам тогда и говорила, что когда придет сезон, они передумают те, которые формируют моду. Вот, они уже передумали, теперь оказывается у нас модно такое, знаете, толстое вязание, как я люблю спица десятка, двадцатка, где-то вот такое. Вот, вот это модно. Модно у нас толстые косы. У нас в этом году просто трикотажная феерия. Мы с вами можем вязать все, что угодно, и мы с вами будем всегда в тренде. Вот такой вот в этом году у нас мода. На все вязаное пальто, кардиганы, особенно брюки, кстати, брюки хорошие, да. И пальто, кардиганы, юбки, ну, все-все-все-все-все трикотажное. Вот это у нас просто вот, ну, наше время. Но погода хорошая, еще можем походить. Сарафанчики я спрятала, хотя можно было прийти и в платье. Можно было прийти в платье, потому что вот сейчас, типа, сейчас где-то градусов двадцать. Вот так вот. Вот видите, солнце, да, заходит солнышко уже. Ну, все, как я люблю. Ну, связала я вот эту жилетку. Тут воротник сейчас я вам покажу. Он внутрь скрывается. Ну, и хотелось, вы помните, что я вяжу такими косами каждый год. Каждый год я вяжу. Уже я не знаю, сколько я перевязала таких свитеров. Перед у меня в косах, а спинки у меня разные. Ну, вот здесь спинка у меня такая. Длиннее переда. Вот. Ну, и думаю, на рукав же мне хватит. Вы же меня знаете, что у меня моток ниток. Я из этого мотка собираюсь связать там пальто или куртку или еще что-нибудь. Оказывается, у меня всегда не хватает. Да. Ну, тут я, помните, хвасталась вам, что я взяла две упаковочки. Все, все мне хватает. Это когда я еще вязала юбку. Вот. И все мне хватало. Все было нормально. И все хорошо. Но передумала я вязать юбку. И тут бац, пришла девочка и говорит, ой, отдай мне эту пачку ниток. Прям мне очень-очень нравится. Короче говоря, забрала эту пачку. Теперь у меня осталось вот столечко. И, естественно, на рукава здесь, знаете, как-то, ну, не очень хватает. Ну, я даже довольна. У меня таких жилеток как бы, ну, нет. Вообще, я вам хочу сказать, очень удобная штука, очень удобная вещь. Но я не понимаю, как ее носить. Я ее мерила с рубашкой. То ли сейчас еще жарко, то ли я не понимаю, что. Ну, короче говоря, она, ну, ни с чем не подходит. Не знаю. Ну, в общем, буду выяснять, я с чем она подходит. Потому что она тепленькая. Поближе показываю вам. Вот. Сейчас, конечно же, я вам ее померю. Вот так вот она, вот, перед спинкой. Вот так вот это все выглядит. Вот. На рукава у меня не хватает. И я так себе подумала. Я никогда не вязала перчатки. И я в них не хожу в перчатках. Потому что у меня, если перчатки, у меня много кожаных перчаток. Но я, если вот в перчатке руку одеваю, да, то у меня сразу мерзнут вот пальцы. Я не знаю, как у вас. Но, в общем, перчатки я не могу носить. Ну, будет здесь что-то типа, ну, типа, я не знаю, митинги, не митинги. И, ну, выйдите, вот, насколько хватает. Это в одну нитку. А жилетка связана в две нитки. Короче говоря, ну, на митинги, может быть, мне хватит. И если я буду сюда одевать, ну, не знаю, гольф какой-то, ну, не знаю, что. Может быть, с митинга. Короче говоря, это я не знаю, куда мне приспособить. А может быть, я себе так думала, вот так вот в две сложить его и как-то сделать шарфик, что ли, с него. Ну, как-то уже готовая, знаете, распускать неохота. Да, ну, как-то вот так вот, может быть, сделать, да. Ну, что, она же связанная уже. Ну, в общем, а, кстати, можно здесь сделать кисти мои любимые, да. И как-то вот так вот его, или вот так вот как-то его сделать. И сюда кисти большие сделать. Ну, в общем, посмотрим. Нравится мне эта идея. И вообще мне нравится вот этот рисунок. И пальто, я вам прочитала, что да, буду я вязать пальто. Еще раз показываю. Ну, я думаю, что все уже попробовали и все уже знают, как это вяжется. Но я придумала новое пальто. Картинки будем смотреть, и я вам там покажу, какое я придумала пальто. Так, ну что, давайте я вам ее померяю. Померяю. Вы ее оцените. Плохо не пишите, потому что у нас сейчас тепло. Да, с голыми руками буду. Кстати, ну, не знаю, с голыми руками. Может быть, когда-то и пригодится с голыми руками. Знаете, вот пошел куда-то погулять, да, одел там рубашку на себя. Ну, конечно, надел, как вы любите. Вот. Потом тебе жарко, можно рубашку снять, эту сверху надеть. У тебя у вас руки. Это я, фантазии мои такие. Короче говоря, давайте будем смотреть, что у меня получилось. Одеваю. Надеваю. Одеваю или надеваю. А микрофон? А микрофон надо снять. Так. Нормально? Нормально. Так. Вот так вот она у меня смотрится. Смотрите, какой воротник. Нравится? Не очень, да? Вам нравится? А так, это уже не первый мой воротник, я так делаю. И хочу, ну, вот как идею вам показываю, что можно, оказывается, его заворачивать и внутрь. Вот, смотрите. Вот так вот он будет смотреться. И вроде горло закрыто, и, ну, а если там дунет, ну, прям сильно-сильно, да, вот так вот, оп-оп, и у вас как бы воротничок такой вот. Вот такой будет. Вот, я буду носить пока вот так ее. И думаю, что прям я ее буду носить, ну, не всегда же будет так тепло, как сейчас. И утром очень даже будет мне хорошо. Вот такая вот она у меня получилась. Смотрите. Да, цвет, это, ну, цвет, ну, не то, что даже если он и не модный, то он мне все равно нравится, этот цвет. Так, так, да. Теперь спинка длиннее чуть-чуть. Показываю сбоку, как она вот идет, эта спинка. Так, ну и сзади. Как вам такой вариант? Как вам, конечно, такой вариант, но микрофон я забыла прицепить. Давайте послушаю звук, а потом дальше. Послушала звук, девочки. Ну, вроде бы, качества чуть-чуть, конечно, нет. Но вы все понимаете, о чем тут разговор. Разговор у нас здесь о этой жилетке. Вот куда его прицепить теперь этот микрофон? Неизвестно. В какую-то косу надо прицепить. Вот сюда прицепить. Так, ну, показала? Показала. Помните, эту косу я вам показывала. Эта коса есть на канале мастер-класс этой косы. Коса хорошая. Причем эту косу можно использовать на шарфе. Вот, кстати, шарф. Шарф такой косой. Я вязала, девочки, такой шарф. Очень красиво смотрится. Очень красиво смотрится. Так что, вот, наверное, я сейчас себе допишу, что такой шарф нужно обязательно связать. Он получается объемный. Он такой непонятный получается. Вот такой косой. Вот просто вот связали косу, и она вот так вот заломилась сама вот в шарфе. Говорю вам, как идея. Попробуйте. Кто, если не рискует такими косами вязать, ну, или, может, не нравятся такие большие косы в вещах, то на шарфе точно понравится. Только если начнете вязать шарф, не бросайте на полпути. Его нужно связать хотя бы вот, ну, пару переплетов. Тогда будет видно, как он получается. Это, говорю, как идею. Может быть, кому-то подойдет. Вот. Так, ну, это я вам показала. Вроде как что-то новенькое, да, я связала. История этой жилетки, я не знаю, кто новенький, конечно, не знает, а кто постоянно меня смотрит, помните, что я связала вот такой вот кусок, вот такой вот у меня был кусок, связан уже. Показывала вам, как косу вязать, показывала это, говорила, что буду распускать, довязывать юбку. Ну, в общем, да, все помните эту историю. Вот. Потом думаю, ну, что даром пропадать добру вот такому куску, раз я уже юбку не буду вязать. И довязала, хотела свитер, сами видели, на рукава не хватает. Ну, это у меня, у меня всегда не хватает, на что-то у меня не хватает. И я потом придумываю, как с этим бороться. Ну, мне так нравится. Вот. Так, ну, про это я вам рассказала, девочки. Давайте я вам расскажу интересную историю еще одну, про, естественно, провязание. Даже не знаю, как вам, вот картинку поставлю сейчас, по-моему, картинка у меня есть. Пришла девочка, которая ко мне вот так вот приходит и смотрит, 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 говорит, ой, дай мне что-нибудь там померить. Вот. Она берет, меряет, я говорю, нет-нет, это, говорю, мое, я его не продаю, я его ношу, это мое. Вот. Она пришла, говорит, да я только померю. Померила жилетку, которая такая серия, ну, вот, картинку есть, по-моему, картинка. И что вы думаете, она взяла, говорит, так, ну, все твое, конечно, я все понимаю, но она мне тоже нравится, и ушла с ней. Представляете? Вот. Теперь у меня нет такой большой толстой жилетки, которая такая длинненькая. И буду я тоже ее вязать. Она быстрая, и мне она нравится. Так что еще плюс. Пишу шарф. Дописываю на ваших глазах. Шарф и жилет. Толстый пишу. Итак, раз, два, три, четыре, пять. Свитер косы мы вычеркиваем, это будет считаться за свитер косы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь задумок у меня таких, которые я вот хочу сделать. Вот. Так что вот такое у меня здесь происходит. Погода хорошая, все нормально. Ну, вот все рассказала, показала вам. В общем-то, можно уже и закругляться. Но нет. Еще мы давайте с вами посмотрим картинки. Картинки, как всегда, у меня... Как вам сказать? Я картинки выбираю не именно с связанными вещами, а там где-то и сшитые вещи, но модель хорошая. Или там сшитая вещь, на ней рисунок, который можно повторить в вязании. Вот такие вот я подбираю картинки. Ну, вот хочу вам сказать, уже жарковато, но вот как-то, не знаю, снимать мне ее или так дальше ходить. Так, буду так дальше ходить. Итак, смотрим мы с вами картинки. Что нам они предлагают? То есть, они нам могут предлагать, девочки, все, что угодно. Мы с вами смотрим и думаем, что мы не модные. А мы модные будем всегда, если мы будем вязать те вещи, которые мы хотим. Вот, которые мы именно хотим связать. И пусть будет не модные толстые косые, там, или тонкие, или ажур какой-то, или еще что-то. Нет. Мы будем всегда модные, если мы вяжем то, что мы хотим вязать. Вот, так что это у нас, этим и руководствуемся. О, еще одну вам рассказывают. Вот ставлю вам вот такую вот цепочку. Мне девочка прислала и говорит, Лариса, не могу понять, как это делается. Я думаю, да что там непонятного? Два или три раза я к ней подступалась. Я не знаю, как ее вязать. Я понимаю, что можно найти в интернете. Я все понимаю это. Но я не хочу искать в интернете. Я хочу сама додуматься, как вязать эту цепочку. Прямо я такое состояние, я очень люблю. Я люблю придумывать, как же это делается. Не посмотреть где-то, а именно самой выяснить, как это делается. Так что сейчас я занимаюсь вот этим вот делом. Девочки, кто знает, в комментариях напишите. Может быть, кого-то тоже заинтересует. И кто-то знает, как ее вязать или знает, где посмотреть на вот эту цепочку. Так что напишите в комментариях. Может быть, дайте там, может, ссылку или что-то такое, что если кто захочет, и эта девочка тоже, если ей срочно надо, да, то, может быть, есть где-то посмотреть на вот эту цепочку. Ну, а я ее буду добивать сама. И мне интересно просто, как это делается. Вот честно вам говорю, не знаю, вот не знаю. Три или сколько-то раз я подступалась к этой цепочке. Не знаю, как делается. Так, про это я вам сказала. Итак, что они нам предлагают еще? Какие модные у нас тенденции? Не знаю, модные, не модные, я не знаю. Вот эти все вышивки, вот три сразу ставлю, как варианты, как варианты вышивок. Нравится мне, очень мне нравится. У меня, у мамы есть вышитый свитер. Я как-нибудь, я обещала показать, я как-нибудь покажу. Я его покупала, этот свитер. По-моему, или в Эмиратах, или в Турции, не знаю где. Ну, он довольно-таки дорогой, этот свитер был. И вот он там весь розы такие вот вышитый. Покажу на следующий раз вам. Но вышивку имейте в виду, что это дело у нас модное. Потом, дальше, показываю вот все подряд, как у меня здесь. Я не буду сортировать там платье отдельно, то отдельно. Вот это платье мне очень сильно понравилось. Очень сильно понравилось. Классное платье. Рукава, пришитые обычные рукава. А это связано... Ага, а она связана не поперек. Она связана полосками вдоль. И даже вот этот вот шов, здесь и косичка есть. Вот я не видела, только что я увидела это дело. Но платье классное. Мне очень, даже очень понравилось это платье. Хорошее. Не знаю, как вам. Дальше идем. Вот этот рисунок с перевернутыми петлями. У меня здесь вот эти рядочки лицевые, петли перевернутые здесь. Я не знаю, почему, просто так сделала. И вот здесь петли перевернутые. И да, кто если будет, вот это вот, вот внизу отделка, это айкорд. Айкорд изнаночным вязанием. Вот, мне такие рисунки очень нравятся. Ну, они такие, знаете, какие-то плотные, какие-то они такие... Вязала я такой свитер. Вот у меня даже образец есть. Смотрите, какой смотрится, как хорошо. Долго вяжется. Да, согласна. Но смотрите, как смотрится. Вот такой вот я свитер вязала. Девочки, не понравился. Не понравился этот свитер. Хотя свитер очень даже получился классный. Ну, не знаю, как вам, как идею показываю. Может быть, кто-то уже, ну, все перевязал, уже все знает, а так еще не вязал. Хорошая очень даже мысль. Показываю вот такой вот... Ну, свитер, что это такое? Я в этих путаюсь в названиях. Очень хороший вот этот перехлест мне. Он простой, он такой, знаете, уютный, элегантный, хороший. Понравился мне дальше. А дальше, девочки, на одно плечо все равно оказывается это, ну, модно. Не знаю, как это, но вместо вот этого открытого участка можно сюда ввязать какой-то другой цвет. И будет очень так смотреться ново и интересно. И обратите внимание, здесь резинка, а здесь вот эти вот косички идут вот так вот как-то. Модель интересная. Хотя на первый взгляд, да, ничего такого здесь нет. Но вот если ее разобрать, то очень интересно сделана, модель интересно сделана. Дальше. Вот такие вот прицепные, да, можно так сказать, да, рукава. Интересно? Ну, мне эта идея интересная, хорошая. Дальше. Вот эта милая, примилая, что это, пиджачок, кофточка, не знаю что. Но здесь, во-первых, девочка хорошенькая, да. Во-вторых, длина хорошая. Длина рукава хорошая очень. Вот эта широкая здесь резинка и вот широкий этот воротник, оно вроде, знаете, ну такое вот оно, такое женственное, ну красивое. Нравится мне. Еще раз говорю, показываю как идею. Не обязательно, что это связано. Это может быть готовая вещь какая-то такая на машине связанная. Ну, как идея, как сама модель хорошая. Вот такие вот отделки. Тоже хорошая вещь. Обычное вязание, но где-то вот здесь вот рюшка вот эта вот. По-моему, замечательная очень даже идея. Вот две картинки вам здесь показываю. Дальше. Про мужчин. Девочки, мы совершенно забыли. Да, у нас тепло. Да, ой, мы не знаем, что нам вязать. Вспомним про мужчин. Вот я, допустим, вспоминаю о Сереженьке. Я ничего нового в этом году не связала. Пыталась связать ему джинсовый такой этот, но не судьба. Ну, как говорится, на лето я не сильно и вяжу такие вещи мужские. А на зиму нужно обязательно связать кофта. Но опять же, кофта у него есть, но эта кофта мне нравится. Она не первый год. Их много таких кофт. Но вот мне нравится, и почему бы такую кофту Сереже не связать. У меня там по плану свитер ему надо связать. Причем свитер у меня и цвет есть, и все есть. Так что я еще и свитерок потихонечку начну. У него свитеров много, много. И кофт у него много. Но все равно свеженькую какую-нибудь надо связать. Кофта хорошая. Дальше. Вот этот свитер простейший. Вот простейший. Опять же, вот к слову, к этой жилетке. Остатки ниток у меня есть. Ну, вы видели там кусочек. И если добавить сюда черные полосы, именно черные может быть, а может и светлые какие-то, то на рукава мне хватит. И, в общем-то, можно сделать даже и рукава к этой жилетке. Можно даже сделать их и пристегивающиеся рукава. Не знаю. Буду, не буду делать, не знаю. Но как идею, вот вам говорю. И вот этот черный, вот эти полосы, их же можно связать как жаккардом, допустим. Или каким-то вот черный-белый с жаккард сюда пустить. Очень будет, мне кажется, красиво, эффектно и ненавязчиво так смотреться. Говорю, как идея. Теперь дальше, девочки. Вот показываю вам брюки, да? Но я показываю на самом деле вам не брюки. Я на самом деле вам показываю изнанку пальто. И вот что-то у меня тоже такая мысль закралась. Почему бы мне не сделать пальто на подкладе? Не знаю еще, подшить его туда или связать его туда. Или купить трикотаж. Вот. Ну, что пальто буду вязать точно, что в елку точно. И вот это мне попалось. Тоже вам говорю, как идея. То есть, когда пальто будет расходиться здесь, или сзади шлицу вы будете идти, и будет оно там видно, или расстегнутое, очень будет интересно снизу какой-то цветной подклад. Даже может быть и красный. Как идею говорю. Вот. Гусиная лапка. Никогда с моды не выходит. Вот. Если свяжете и можете иметь таких вещей в разных цветах, никогда с моды не выходит. Да, костюм шитый трикотажный, но такое вполне можно связать. И связать можно быстро. Хорошее. Если у кого не было гусиной лапки, очень-очень вам рекомендую. Всегда смотрится хорошо. Вот даже черный с белым и черная отделка. Кстати, в этом году у нас пошел черный цвет. Все в черном цвете. Черный и табачный. Ну, желтый цвет. Тоже во всех цветах. Но если раньше он был желтый лайм, нам предлагали вот в начале осени, то теперь они передумали. Теперь у нас желтый табачный цвет. Красивый цвет. Вполне можно его использовать. Вот это я даже не знаю, как вам вот очень нравится. Вот очень-очень нравится. Но не знаю, или его быстрее сшить, или его можно и связать. Можно и связать. И можно связать крупными спицами. И будет хорошо смотреться. Ну, очень красивая модель. Вот этот широкий укороченный рукав. И здесь приталенное вот это. И большой воротник. Посмотрите, как смотрится красиво. Просто вообще великолепно. И из этой, ну, не из этой же серии. Просто они так вот одного цвета, в одной цветовой гамме. Посмотрите, какое платье хорошее. Широкий рукав. Вот как футболка только длинная. Мы же все должны упростить под себя. Ну, вот как нам это платье? Допустим, кто-то захотел связать такое платье. Как оно вяжется? Просто не знаем. Да, берем свою футболку, удлиняем ее. И прямо по футболке такие же рукава и вяжем. Да, платье шитое. Но очень практичное. И очень такое оно с изюминкой. И оно не смотрится летним, а именно такое зимнее. То есть, если вы где-то будете, да, то на вас посмотрят и скажут, о, ей так тепло, хорошо и уютно. И как хорошо она вообще смотрится и выглядит. Классическое, хорошее такое. Прямо вот попадание стопроцентное в платье. Ну, это по моему мнению. Вот. Так, а что у меня? Картинки закончились. Так, закончились что ли? Ну да, закончились картинки у меня. Вот. Вот такие вот, девочки, я вам картинки сегодня показала. Я не знаю. Я даже говорить этого слова не буду, да? Сами понимаете. Вот. Вот такое видео у меня получилось. Оценивайте мою жилеточку. Жилетка любая никогда не подведет. Только у меня нет практики носить такие вещи. У меня или свитера. Ну, все такое с длинными, как положено. Вот такие вот у меня вещи. А жилетки... Ну, вы знаете, вот я смотрю сейчас. Да, эту я буду носить. Точно буду носить. Здесь мне подходит все, и длина мне подходит, и спинка сзади подходит. Мне все, все, все мне подходит. То есть жилетка, в принципе, любой здесь рисунок, сзади лицевая гладь, нормально. Кстати, это лицевая гладь, чтобы вы... Кто вдруг захочет связать такую жилетку, я предупреждаю вас, что здесь это все косы, они все равно как бы стягиваются. И спинковая спина, да? Ну, бок, короче говоря, заходит сюда. То есть эта резинка его здесь, она его сюда тянет. Вот. Что очень даже хорошо. Если бы я захотела так сделать, я бы так не сделала. А так получается, что все ввязано по прямой, но получается как бы здесь, что я его приталивала. А на самом деле это затягивает сюда резинка. Вот. Вот так вот получилось у меня. Что, девочки, я вам хотела сказать и рассказать. Те, кто уже досмотрел до этого момента, это остались уже такие свои-свои, которые меня досматривают до конца. Так что хотела я вам сказать, хотела я вам пожелать, самое главное, это мира. Чтобы был везде мир, и тогда все, все встанет на свои места. А что я вам хотела сказать? Немножко хочу я, не то, что хочу я. Так получается, даже не так получается. В общем, я давно хотела закрыть все вот это вот здесь, хотела магазин свой очень давно закрыть. И все думала, ну, знаете, вот тянешь, 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 но рано или поздно все равно нужно решиться и что-то отпустить, а что-то получить. Вот так вот я вам хочу сказать. И магазин я свой закрываю, поэтому такого вида сзади не будет. Может быть, еще одно-два видео я вам здесь сниму. И вы скажете, Лариса, ты неправильно делаешь, сейчас сезон, сейчас самое будет вязание, у тебя будет много людей, много покупателей и все такое. Да, я с вами согласна, люди будут покупать с удовольствием и будут вязать. Но ни здесь, ни у меня в магазине. Потому что, как бы, мне нравится снимать видео, мне нравится что-то изобретать новенькое, показывать, делиться этим с вами. Вот, а уже такие технические вопросы, знаешь, привези, продай, ну, вот одно и то же, ну, я, мне уже, мне неинтересно это. Понимаете, мне неинтересно это. Если раньше еще нитки каждый год выпускали какие-то новые модели ниток, да, сейчас выпускают. Но это все одно, вот, ну, я их смотрю, они одинаковые, все только названия другие. В общем, мне интересно, мне это, и магазин у меня закрывается. И, естественно, я не знаю, чем я буду заниматься. Я не знаю, что дальше делать. Но я единственное, что знаю, когда что-то заканчивается, и ты с этим расстаешься. Но так, знаете, что вот это и все, и ты расстался с этим. И потом тебе приходит какая-то мысль, чем дальше заниматься. То, что я буду дальше вязать, это даже не обсуждается, мне это нравится. Даже если, не то, что даже если, я вяжу для себя, вот, и просто мне нравится сам процесс этот. Но что будет с каналом, как я буду снимать, буду я снимать или не буду я снимать, этого я еще не знаю. И чем я буду заниматься, я тоже еще не знаю. Но обязательно чем-то таким, что мне нравится. Думаю, что я что-то придумаю, такое, чем смогу поделиться и с вами тоже. Конечно, сейчас мне все напишут, Лариса, не надо нам никаких там твоих этих, сейчас ты пойдешь домой, будешь нам показывать, как варить, жарить там, и какие у тебя кошки, и какие у тебя еще что. Нет, не переживайте, канал через это не перескочит. Может быть, я вам там покажу пару раз. Короче говоря, я не знаю, что я буду делать дальше. Вот, но пару видео еще я здесь вам сниму. И сюда зайдет девочка, я с ней поговорила, она говорит, приходи, тоже у меня поснимай. У нее очень интересный товар, ну, вам понравится. Но ничего не обещаю, костюм, который я довязала, костюм и жакет черный, жакет черный, костюм зеленый, помните, да, спортивный. Полностью их довязала. Кстати, померила с этой жилеткой штаны зеленые, вот идеальные, вот идеально просто подходят. Вот, но, конечно, обязательно я вам это покажу, потому что вязали мы с вами вместе эти вещи. Ну, как вместе, я вам рассказывала, как я их вяжу. И, конечно же, я вам их покажу, ну, может, чуть похолоднее будет, я не знаю, потому что, ну, вот я стою, мне жарко, понимаете. Ну, уже досниму вам видео и сниму у меня там моя любимая, я думаю, что многие такую майку тоже вязали. Кстати, удачная получилась вещь. Вот такое видео у меня получилось, не знаю, конечно же, сумбурно, конечно же, перескакивало с мысли на мысль. Ну, раз вы меня смотрите, значит, вы как-то меня терпите и как-то вам это нравится. Еще раз хочу вам пожелать мирного неба, хочу вам пожелать хорошего настроения. Делайте только то, что вам нравится. Не слушайте, что вам кто-то что-то может указывать. Нет, пока вы не сделаете то, что вам нравится, и не будете, да, можно учитывать мнение других, но в основном нужно ориентироваться на себя и на свои ощущения от того, что ты делаешь. Вот этого я вам хочу пожелать. Так что удачи вам, счастья, здоровья и любви ко всему, что вас окружает. Всем счастливенько, всем пока-пока.